12 марта в рамках проекта столица губернатором Магаданской области Сергеем Носовым была утверждена программа по сохранению исторического облика города Магадан. На данный момент ведутся ремонтные работы на главной исторической улице областного центра, улице Портовой. Эти дома являются одними из самых красивых частей города, но, к сожалению, дворовые фасады пришли в негодность. Во время этих ремонтных работ сохраняется каждый элемент здания, так как это имеет историческую ценность. Например, арки под крыльцами являются очень красивой частью этого двора, так сказать, его визитной карточкой. И подрядная организация сначала хотела запитонировать их, но мэр города Магадана категорически запретил это. Сейчас мы управляющей компанией сюда позвали. Некоторые решили, что вот эти арки красивые под входными группами можно превратить в сараи. Сейчас все это выметаем оттуда, и вот эти проходные арки в цокольном этаже, они будут сохранены. На данный момент приостановлен ремонт фасада по улице Портовая, дом 3 из-за проблем с крышей, но власти муниципалитета уже решают этот вопрос. Также городоначальник указал, что необходимо демонтировать старые ограждения и сразу же попросил внести поправки по этому поводу в протокол. Подрядная организация, которая работает над этим проектом, уже имела дело с этой улицей. Подробнее об этом расскажет сам подрядчик Сергей Подгорнов. Кстати, вот на этом доме только с другой стороны. Восстанавливали также балясины, вот эти балюстрады в фасадной части, в центральной части фасада. Ну, тоже трудоемкое дело было. Восстановили. Это было 6 лет назад. Как сообщил Сергей Подгорнов, вечернему Магадану сложность заключается в плачевном состоянии домов. И также огромную роль играют климатические условия в Магадане. Совершить реконструкцию должны до 1 сентября этого года. В Магадане строится новый физкультурный оздоровительный комплекс «Президентский». Он разделен на 4 независимых корпуса. Комплекс объединит в себе хоккейную арену, 2 бассейна и атлетические залы. Подрядчиком выступает компания «Магнум», которая выиграла конкурс. На софинансирование строительства спортивного комплекса из федерального бюджета направлено более 1,5 млрд рублей. Средства выделили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» в рамках исполнения указания президента Владимира Путина. Сейчас мы находимся на этапе строительства, и вы сами видите, сейчас лето. Сейчас мы закрываем контур, а это первоочередная кровля, фасадная часть. Также подводим начатые работы по наружным электросетям, теплосетям, чтобы к осени закрыть контур и в зимний период времени включить отопление и внутри начать отделочную работу. На новом строящемся спортивном объекте побывали представители региональной общественной палаты. Активисты отметили, что для мониторинга строящихся инфраструктурных объектов Магадана необходим специальный ресурс в интернете. Поэтому представители региональной общественной палаты решили выйти с инициативой в правительство Магаданской области для создания такого сайта. На нем, по мнению специалистов, будет представлена информация о строящихся в Магадане инфраструктурных объектах. Как мы это представляем? Была такая интерактивная карта, карта области, карта Магадана, где были такими значками, например, изображен президентский, чтобы любой человек очень быстро, спокойно мог выйти, нажать, посмотреть, на какой стадии строительства, сколько денег освоено, что там будет вообще, когда это будет. И оставить, возможно, какие-то свои комментарии, может быть, загрузить даже какие-то свои фотографии. По словам специалистов, самая главная проблема в строительстве – это логистика. Материал иногда идет долго. Отставания от графика федерального проекта сейчас нет. Когда рабочие приступят к отделке помещений, возможно, внесут новшества по проекту. Строительство спортивного комплекса началось в 2019 году. Закончить объект планируют уже через год. Административно-техническая инспекция мэрии Магадана продолжает вывоз и снос незаконно установленных объектов. Таким образом, сегодня сотрудники КЗХ демонтировали и вывезли части гаража на Марчиканском шоссе, согласно постановлению мэрии города. Перечень объектов, подлежащих сносу, прежде всего определяется необходимостью произвести какие-либо ремонтные работы. Например, замена теплосети, благоустройство территории или ремонт водоканала. Также снос производится там, где собираются возводить новые строительные здания. О том, как происходит процедура сноса, вечернему Магадану рассказал инспектор административно-технического контроля мэрии областного центра Сергей Кранин. Сперва инспектор выезжает на место и расклеивает объявление, где оповещает предполагаемого собственника о том, что собирается материал на признание этого строения незаконно установленным. В последующем, если собственник не объявляется, мы в зависимости от ситуации либо вывозим данное строение в хранилище, где ожидаем предполагаемого владельца примерно месяц, либо, если вывоз невозможен, то мы ломаем его на месте. За прошедшие 6 месяцев было снесено больше 200 строений. В основном это были гаражи или сараи. Также до конца этого года планируют снести еще столько же объектов. Производить снос планируют в наиболее актуальных районах города в связи с проводимым там ремонтом и благоустройством. А именно по улице Ямская, Приморская, Ногаевская, Новая, Клубная также обращается большое внимание на улицу Набережную и Пролетарскую. Магаданские подростки продолжают работать летом. С 1 июля стартовала вторая смена. Трудовые отряды созданы в подведомственных учреждениях мэрии города. Ребята работают в комбинате зеленого хозяйства, в учреждениях дополнительного образования, школах, библиотеках. Трудоустраивают подростков от 14 до 17 лет. Все по Трудовому кодексу РФ. В приоритете дети из многодетных, неполных, малоимущих семей или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Все рабочие места направлены на подростков. Исключены формы сложно квалифицированного или опасного труда. Дети, как правило, трудоустраиваются над помощниками курьеров, курьерами, обработчиками справочного материала, выполняют простые задачи по уборке территорий, по помощи в наведении порядка, уборке и так далее. В Магадане на период летних каникул будут трудоустроены 120 несовершеннолетних. Рабочий день в зависимости от возраста – от 2 до 3,5 часов. Двое подростков трудятся в библиотеке имени Альберта Мефтохудинова 2,5 часа. Обоим по 14 лет. Ребята помогают специалистам в списании книг, а также в уборке учреждения. Официально я нигде не работал. Ну, вот это первая моя работа. И почему я здесь решил поработать? Ну, просто ближе к дому. Сложностей здесь таких особых нету. Тут просто занимаюсь, там книги помогают, там списывать, допустим. Там пыль протирать, то же самое. Ну, мелкую такую работу. Ребят в библиотеке будут привлекать и на мероприятия. Сотрудники учреждения планируют провести квест ко дню города, а также интеллектуальные состязания. Как отмечают организаторы, благодаря летней подработке подростки смогут заработать деньги и потратить их на свои нужды. То есть, они вполне могут купить себе какую-то одежду с начала учебного года. Учебники сейчас дорогие, учебники купить. То есть, на свои нужды потратить. Это всегда приятно к родителям, когда дети начинают помогать. Вот так я считаю, что они правильно сделали, сделали правильный выбор. Зарплата у ребят будет около 20 тысяч рублей. Большая часть из местного бюджета. Также доплатит и центр занятости. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет на летний период. В 2021 году организовано в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Магадана». В Магадане стартует городской конкурс «Доброволец года». К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Основная цель конкурса – повышение мотивации магаданцев к участию в волонтерской деятельности. Состязание проходит с 17 июня по 5 декабря. При оценке конкурсантов будут рассматриваться стаж, эффективность добровольческой деятельности, ее системность и разнообразие выполняемых функций, а также адресность и социальная значимость. К участию приглашаются волонтеры Магадана, добровольческие отряды и объединения и их руководители. Документы на конкурс принимаются в бумажном виде до 15 ноября по адресу улица Горького, 16. За справочной информацией можно обратиться по телефону 20733.